Похожая ситуация с феросплавным заводом. Правда, всего год красноярцы ведут бой против этого производства. И очень важный итог года общественное мнение. Активность горожан помогла приостановить строительство и заставить чиновников изменить первоначальное решение. Как мы воевали. Репортаж Дениса Новожилова. Администрация города сделает все необходимое и завода, и не сельского завода феросплавов по соседству с городом Красноярском не будет. Я расторг соглашение с компанией Чексу, подписанное в 2008 году. Середина января. Новый этап борьбы за экологическую безопасность. Глава региона Лев Кузнецов разрывает последнюю нить, связывающую край с крупными местами. Менеджмент компании Чексу, ее закрытость не позволяют реализовать проект на территории региона. Это мнение, которого на тот момент придерживаются почти все первые лица краевой и городской властей. Все наши действия были поддержаны администрацией Красноярского края. На трех форумах были подписаны два соглашения. Одно было подписано с Клополиным, другое с Акбулатовым. Любые попытки контакта сейчас на данный момент с региональными красноярскими властями приводят к полному игнорированию нашего вопроса. В апреле руководство компании в ответ на претензии о закрытости прерывает длительное молчание. Появляются первые комментарии по скайпу, на пресс-конференциях, все больше с обвинениями. Мол, решение о строительстве принимали, заручившись колоссальной поддержкой местных властей и огромными государственными инвестициями. Однако ответить жесткое нет, чиновникам пришлось. Повлияла небывалая волна протеста. Не поддержать общественность в такой ситуации было бы, мягко говоря, странно. Никакого ущерба для окружающей территории абсолютно не произошло. Основной тезис, который прослеживается во всех выступлениях представителей ЧИКСУ, в безопасности марганцевого производства пытаются убедить руководители региона, население, как, например, вот на этой первой экскурсии по цехам предприятия. При этом заявления различных инстанций звучат противоречиво. Краевой распотребнадзор ничего страшного в строительстве не увидел. Ваше личное, вы так вот не сказали, вы сами как относитесь к этой идее, вот именно завода? Специалисты говорят о том, что строительство завода на данном расстоянии от города Красноярска безопасно. Россельхознадзор парировал. Удара по экологии не избежать. В 2012-м борьба между регионом и бизнесменами переходит в плоскость судебную. Десятки заседаний, арбитражи различных инстанций. По мнению экспертов, такой вариант выгоден для власти. Если Фемида займет по итогу позицию строителей, это будет исключительно судебное решение. А за судебную власть исполнительная не отвечает. Мы против завода Перославов, мы за чистый город! Тем временем Красноярск продолжает окрашиваться в желто-черные цвета. В апреле подвис клаксонов исключенными аварийками сотни автолодельцев проехали через весь город. Спустя две недели пикету стен Краевой администрации с барабанами на 1 мая активисты прошлись по улице Мира в противогазах. А уже в сентябре праздновали годовщину протестного движения. 50 несогласных со временем трансформировались в почти 200 тысяч красноярцев, которые своими подписями высказались против возведения завода. ПДК, ПДК, Магонца будет меньше, что? Кто вам? Вы согласны жить на территории? У меня есть квартира в Солнечном, я предоставлю ее от проживания вашей семьи. Но мы будем следить, будете ли вы там жить. 22 июня. Публичные слушания, собравшие около 2000 человек. Перепалка внутри городского дворца культуры, недовольные возгласы на улице перед экраном. Это реакция людей на заявления представителей ЧИКСУ, на их улыбки во время решения серьезного вопроса. И красноярцы решили, вернее даже подтвердили свою позицию подавляющим большим учреждениям. Только вот результаты этого беспрецедентного события носят лишь рекомендательный характер. В ответ бизнесмены вызывают тяжелую артиллерию. Тех, для кого рекомендации красноярцев нужны в последнюю очередь. Во главе делегации уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов. Во время визита по территории бывшего завода «Крас-Тяжмаш» чиновник заявляет о важности и необходимости строительства феромарганцевого производства. Появляются трое сторонников и в законодательном собрании края. Депутаты Дьяков, Севастьянов и Сергеенко. Я даже не знаю, додавит Путин, не додавит. Между прочим, Путин председатель совета директоров Внешэкономбанка. Именно Внешэкономбанк выдал кредитную линию на этот завод. Именно почти 10 миллиардов Внешэкономбанка уже потрачено на вот эту площадку. К слову Путину-то красноярцы и написали жалобу на действия Бориса Титова еще в сентябре. Только ответа не получили до сих пор. Ежедневно новости ТВК следили за ситуацией вокруг феромарганцевого предприятия. Кадры внизу экрана стали неотъемлемой частью эфира. В Красноярском дело не ограничивалось. В сентябре на ТВК выходит проект «Феросплавный рейд» о городах, где уже функционируют такие производства. Новокузнецк, Двуреченск, Челябинск, Грузинский из Истафони. О зонах отчуждения впечатления остались не самые приятные. Люди, живущие с феросплавными заводами, эти люди, они медленно погибают. Причем выбора у них нет, так как эти феросплавные заводы единственный доход, единственный вид заработка в их городе. За здоровье красноярцев власти выступили документально. В краевом парламенте приняли поправки в экологическое законодательство. Отныне предприниматель будет обязан выяснять мнение жителей при строительстве предприятий первого и второго класса опасности. Но это уже история не для феросплавного завода. Опоздали. Совсем ли? Узнаем возможно только в году 2013. Денис Новожилов, Новости ТВК.